Говорят, начал Иван Иванович, что три короля объявили войну царю нашему. Да, говорил мне Пётр Фёдорович. А чего ж это за война? Да от чего она? Наверное, не можно сказать, Иван Никифорович, от чего она. Я лишь полагаю, что короли хотят, чтобы все приняли турецкую веру. Вишь, дурни, чего захотели? произнес Иван Никифорович, приподнявший голову. Вот видите, а царь наш им и объявил за ту войну. Говорит, сами примите веру Христову. Ведь наши побьют их, Иван Иванович. Побьют, побьют. Ну так что, Иван Никифорович, будем ли менять труждеца? Мне странно, Иван Иванович, вы вроде бы человек, известный учёностью. А говорите, как недроссель. Что я за дурак такой? Садитесь, садитесь, бог с ним. Пусть себе околеет, не буду больше говорить. В это время принесли закуску. Иван Иванович выпил рюмку и закусил пирогом со сметаной. Ммм, слушайте, Иван Никифорович, я вам дам, кроме свиньи, ещё два мешка овса. В этом году вы овёс не сеяли, вам всё равно его придётся покупать. Ей-богу, Иван Иванович, с вами говорить нужно, кроху наевшись. Где это видано, чтобы кто променял ружьё на два мешка овса? Небось, бикиша свои не поставите. Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я вам и свинью предлагаю. Как? Два мешка овса и свинью за ружьё. А что ж, разве мало? За ружьё. О, конечно, за ружьё. Два мешка за ружьё. Два мешка не пустых, Иван Никифорович. А с овсом? А про свинью позабыли? Да поцелуйтесь вы со своей свиньёй. А коли не хотите так с чёртом. О, вас зацепит только. Вот увидите, нашпигует вам на том свете язык горячими иголками с таким богометские слова. Позвольте, Иван Иванович, ружьё – вещь благородная, самолюбопытнейшая забава, да и при том украшение в доме приятное. Ой, Иван Никифорович, и так разносились со своим ружьём, как дурень с писаной торбой. А вы, Иван Иванович, настоящий гусак. Так, если бы Иван Никифорович не сказал бы этого слова, то они бы поспорили и разошлись с приятелями, как бывало прежде. Но теперь произошло совершенно другое. Иван Иванович весь вспыхнул. Что вы такое сказали, Иван Никифорович? Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван Иванович. Как вы осмелились в противность приличий, уважению к чину и фамилии человека, обеспечить его таким поносным и видем? Что ж тут понос-то, Иван Иванович? Что вы тут в самом деле размахались руками? Я вас спрашиваю, как вы осмелились в противность всех приличий обозвать меня гусаком? Начать я вам на голову, Иван Иванович, что вы так раскудахтались тут? Так я ж вам и объявляю, что я вам и знать-то не хочу. Большая беда, ей-богу, не заплачу от этого. Лгал, лгал, ей-богу, лгал. Ему было очень досадно это. «Нога моя не будет у вас в доме!» «Эй-эй!» – произнес Иван Никифорович, не зная сам, что уже делать. «Эй, баба! Хлопче!» При всем показалось из-за двери та самая тощая баба и небольшого роста мальчика, закутанный в сюртуке. «Возьмите Ивана Ивановича за руки, да и выведите его со двери!» «Дворянина!» – закричал с чувством достоинца Иван Иванович. «Осмельтесь только! Подступите! Я уничтожу вас вместе с вашим глупым паном! Вора не найдет места вашего!» «Картина была великолепная! Это был удивительнейший спектакль! Картина сильнейшая!» Иван Иванович, стоящий посреди двери с поднятой вверх рукой, как изображались римские трибуны. Та самая тощая баба, исполнившая на своем лице самую бессмысленную страх Амину. Иван Никифорович, стоящий посреди комнаты в своей красе и без всякого украшения. И между тем только один был зрителем. Мальчик, закутанный в неизмеримом сюртуке, покорночивший пальцем свой нос. Наконец, Иван Иванович взял шапку свою. «Хорошо поступайте вы, Иван Никифорович! Прекрасно! Я вам это еще припомню!» «Ступайте, ступайте, Иван Иванович! Да вот только сотрите! Не попадитесь мне! Не то я вам, Иванович, всю морду побью!» «Вот вам за это!» — произнес Иван Иванович, выставив кукиш и захлопнув за собой дверь. Та свизгом захрипела и отворилась снова. «Адрил нету».